Солнце, море, до грузинского кубулета 11 чеченских и 13 ингузских детей добирались долго и сложно. Через Дагестан и Азербайджан. Иначе невозможно. Говорят, дорога назад будет легче напрямую через российско-грузинскую границу. Никто из подростков здесь раньше не бывал. Впечатление от удивления до искреннего восторга. Взрослые не скрывают, увиденное явно не совпадает с тем, что говорят о Грузии с экранов телевизоров. Думаю переехать сюда. Да, мне очень понравилось Грузия. Большинство из этих детей до сих пор испытывают на себе последствия обеих чеченских войн и осетинно-ингузского конфликта. Почти половина подростков, 9 человек, воспитываются в неполных семьях. Их отцы либо погибли на войне, либо пропали без вести. 8 ребят родились в лагерях беженцев в Ингушетии, где и живут до сих пор, в станице Троицкое и в городе Карабулаки. Знаю, что мой отец умер в войне, и там много людей умерло. Война не выбирает жертв, там все умирают. После осетинно-ингузского конфликта мои родители вынуждены были покинуть территорию Северной Осетии. И они вынуждены, они живут сейчас, в данный момент, в бараках. Отца у меня нету, он погиб в 2001 году. И мы живем очень трудно, условия. Хусейн и Хайда войны не помнят, но по рассказам взрослых знают о ней немало. Даже говорить на эту тему ребята не любят. Признаются, тяжело и страшно. Мой отец был очень хорошим. Когда мне было всего лишь один месяц, его забрали на вертолете. Взорвали машину, а его самого забрали. И это было в 2000 году, когда его забрали. И я родился тоже в 2000 году. И вот они его забрали, до сих пор его не было. В Грузии дети с головой ушли в развлечения. Ребята не только плескались в море, но и побывали в Батумском ботаническом саду. Посетили выставку работ Перасмани, музеи, осмотрели исторические крепости. Какой одр без аттракционов? Прокатившись на чертовом колесе, некоторые признались, для них это впервые. Некоторые мальчики даже боялись подняться, потому что они никогда не поднимались на чертово колесо. И мне пришлось двоих долго уговаривать. Я обняла его, чтобы... Он говорит, я никогда не был, говорит, я боюсь подниматься. Это дети, которые стараются сейчас прийти в себя. Алихан Ахильгов, руководитель группы и президент Ингушского фонда помощи депортированным лицами гражданам, уверен, отдых в Грузии дети запомнят надолго. Он вывозил подростков в войнахов и социально незащищенных семей за границу и раньше. Но теплее всего, говорит, их приняли в Грузии. Теперь дети не хотят уезжать. Мы ежегодно будем посещать наших братьев грузин, которые наши прадеды, деды завещали дружбу. Детям очень понравилось. Они говорят, что очень красивая архитектура города, очень красивая природа. Некоторые первый раз побывали в музее. К сожалению, у нас в Грузии только-только стали восстанавливаться. И не у всех детей есть возможность побывать в таких музеях. Отдых детей из Чечни и Ингушетии на Черноморском побережье Грузии продолжится до конца месяца. 30 августа они отправятся домой через контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Варс. Организаторы мероприятия обещают сделать все возможное для того, чтобы отдых военовских детей в Грузии стал регулярным. Звезд Чедлишвили, Никого Сртфелияшвили, Кавказ-1, Кобулети, Батуми.